Девушки отдыхают Проходить Broken Sword Angel of Death И, короче, я в прошлый раз тупанул Потому что надо было осмотреть окно Так что, ну, блин Бывает, ребят Прыгай! Вот в Манхонте бы уже бы в косе дробилку Попал бы какой-то чувак Так Погнали Придется брать на абордаж Окей, бери Давай Бум-бум-бум-бум-бум-бум Ееееее Минус сейф, коллеги, да? Интересно, почему в саму камня дробилку Карта не попала Но это уже Как говорится Придирки, да? Так, ну я знаю, что головоломки будут Здесь непростые Так что, если вдруг Будут затупы А затупы будут Затупы есть всегда Особенно Вот в таких квестах Так, стоп Беги, Джордж Беги Так, подожди Через мясной этот отдел Я уже запутался И Эээ В натуре где? Нет Нет, я не туда пошел Бывает Если вдруг В тишине Нара-на-на-на-ра Как бы так И везде Верю и не верю Может быть Когда-нибудь Ты познаешь счастье Ну а пока Сиди ты тут И смотри Несчастье Так Стоп А как Эээ А как ты карту Смотреть не хочешь? Нет? Джордж Там как бы Че за Джордж Че за Мужик Я не пойму Понятно Под плеером Манускрипт Анны Марии Бери Точно Это подлинная вещица 14 век Вопрос в том Как мне его исследовать Музеи Исключаются Нет Мне нужно что-то Более эффективное Смотрим Верим Привет Анна Мария Смотри Джордж Ты нашел его Спасибо тебе большое Да пустяки Посмотрим Что у нас тут Ну давай Посмотрим Так Крепость Какие-то Лилии Акс Давай начнем С самого Лилии Геральдические Лилии Здесь Какой-то Узор Погнали Крепость Изучай Типичное Изображение Укрепленного Европейского Города Я Понял Так Стоп Лилии Ну Давай Ад Адское Пламя Поглощает Город Подожди Текст на латыни Часть Четвертая Ангел А вот Гербы Да Четыре Рыцаря С щитами Четвертый Герб Спрятан Ага Ну Видишь Минареты В укрепленном Городе Похоже На Восточный Город Рыцарь Похоже На Святого Георгия Покровителя Англии Сражающегося Со Змеем Странно Город Справа Похож На Восточный Но Его Защищает Христианский Рыцарь Разве Святой Георгий Не был Англичанином Вообще Он был Из Турции Так он Уже Догадывается Да По поводу Из Турции Из Турции Не догадываешься Нет Как думаешь Ангел Важен Может В манускрипте Мы найдем Подсказку Харенова Знает Где мы Там О Тайные Символы Крест Полумесяц Звезда Давида Интересно Зачем Здесь Эти Символы Харенова Знает Зачем Тут Написано Под Крепостью Истинного Патриарха Ангел Ожидает Того Кто Достоин И идет По пути Праведника Ты хорошо Знаешь Латынь В школе Я был Немного Ботаником Теперь Это Пригодилось Теперь Нам нужно Только Сообразить Кто Истинный Патриарх И где Его Крепость А потом Суметь Под нее Забраться Но Под какой Крепостью Да я Откуда Знаю Под какой Тут Написано Первое Отыщи Двух Рыцарей На одном Коне И Камень Откроет Тебе Путь Может Первая Часть Про Путь Который Должен Избрать Праведник Чтобы Найти Ангела Логично Значит Мы все Поймем Когда Окажемся В правильном Месте Блин Блин Обязательно Тут Как Последователь Последовательность Но Это Реально Ребят Тупо Тут Написано Второе Обратись Гербам На Щитах Замкни Круг И Рыцари Тебя Пропустят По Кругу Пропустят Третья Часть Тут Написано Третье Повтори Земной Путь Магистра И Докажи Что Достоин Взять Награду Сначала В крепость Где Сражался Но Натиску Мамлюков Сдался Затем Отправился Он В город Длинноногого И Принят Был Как Приор Храма Следом В Новый Город Храма Где Стал Великим Магистром Ордена А Затем На Остров Где Он Правит Так Четвертая Часть Ага Вот Четвертая Тут Написано Последнее Чтобы Прозреть Повернись От Священного Сиона К Великой Крепости Восточной Империи К Святому Престолу На Западе К Ученому Коптскому Городу На Юге Повернись От Священного Сиона Откуда От Иерусалима Так Затем На Замок Да Это Вот Этот Замок Да Типичное Изображение Укрепленного Европейского Города Так Чего А Вот Этого Немощный Священнослужитель Смотрит На Море К Пламени Под Замком Это На Ад Да Адское Пламя Поглощает Город Так Орнамент Нарисованный Слева Златы Никакой Орнамент Вот Этот Геральдические Лилии Здесь Какой-то Узор Ладно Значит Ты с гербами Окей Так Чего После Чего Город Свиноретами Идол Ну Город Например Город Похож На Восточный А Вот Типа Бафомета Что Эй Это Бафомет Идол В поклонении Которому Обвинили Тамплиеров Нужно Собрать Побольше Информации Обо Всем Этого О По-моему Стало Доступно Святой Георгий Бьющийся Со Змеем Это Ангел О Котором Говорится В Манускрипте Подожди Дата Написания Этого Где Она Манускрипт Был Создан В 1307 Году Видимо Тамплиеры Знали О Скорой Расправе И Позаботились О Своих Сокровищах Так Ну Хорошо Ты можешь Его Расшифровать Джош Да Но Не Полностью Не Нужна Библиотека Или База Данных Но На Улице Слишком Опасно Интернет Не Поможет Ну Есть Один Сайт Общество Ценителей Древней Истории Андре Лобина Но Меня Забанили Ты Говорил Что Верджил Хакер Да Но На Меня Сейчас Зол Тогда Задобри Его Ну Плеер Ему Отдать И Все Верджил Дружище Ты Где Хватит Сидеть Дрочить Нужно Мир Спасать Дружище Э Подожди Держи Смотри Верджил Я понимаю Ничто Не заменит Твоего Плеера Но Вот Это Может Облегчит Твою Утрату Ну Надо же Та же Модель Ты Его Украл Нет Как Ты Мог Подумать Я Ж Юрист Ну Вот И Я О Том же Ты Его Украл Но Музыка То Пропала Правда Да Ладно Она У меня Дома На Сиди Спасибо Джордж Да Не Не Эй Верджил Есть Пять Минут Конечно Что Тебе Нужно Ну Мне Нужна Помощь Во Так Что Было После Того Как Мы Забаррикадировались В Комнате Сначала Они Вломились В Твой Кабинет Потом Обыскали Его Потом Начали Все Крушить Ну Ты Им Показал Где Да ладно, он любя. За неё не волнуйся, я её успокоил, как мог. В смысле, успокоил? Ей нужна была жилетка, в которую можно поплакаться. И ты эту жилетку, конечно же, предоставил. Конечно, я же джентльмен. Да уж. Так. Мне нужно поискать кое-что в интернете. Ну и ищи, что тебе мешает. На этом сайте меня забанили после заварушки в Гластонбэе. Поверь мне, Джордж, окончательно закрыть доступ практически невозможно. Где же эта штуковина? Да давай, давай. Помогай, чувак. Где-то здесь точно было. Ну? Вот, возьми, Джордж, пригодится. Что это? Это флеш-карта, только усовершенствованная. Вставь её в КПК и вперёд в интернет. Да, всё. Спасибо, мужик. Так. Ааа, просто КПК открыть и всё. Так, подожди. Ага. Ага. Ну, как-то... Точно, Джордж. Вот моя простенькая хакерская примочка. Ключевое слово простенькое, так что думать почти не придётся. Я покажу, как с ней обращаться, взломав компьютер моего приятеля. Вот здесь твой КПК. Ага. Вот это твоя конечная цель. База данных, которую нужно взломать. Тебе нужно, чтобы поток данных передавался от твоего компьютера к конечному незамеченному. Смотри, мой друг живёт в другом штате, за горной грядой, поэтому мы должны её обойти. Ну, давай. Если мы хотим взломать базу, мы должны пройти через все эти ключевые точки или маршрутизаторы. Она обеспечивает тебе анонимность, так что обнаружить твой поток данных будет сложнее. Чтобы перенаправлять поток данных, тебе понадобятся маршрутизаторы и рефракторы. Чем больше их задействуешь, тем больше у тебя времени для взлома. Как видишь, всё работает примитивно. Но обычно всего этого хватает для того, чтобы успешно провернуть дело. Вот этот действует как зеркало. Отражает поток под углом 90 градусов. Понятно, понятно. А вот такой под углом 45 градусов. Ага, это логично. А это разветвители. Они разделяют поток под углом либо 45, либо 180 градусов. Так как серверу необходимо предоставить только один поток данных, тебе придется свести несколько в один. Используй тот же разветвитель, но наоборот. Но учти, если ты задействуешь разветвитель в одном направлении, использовать его с другого уже не получится. А вот таких компьютеров тебе надо избегать. За ними сидят непростые ребята. Они сразу поймут, что ты делаешь. Если твой поток данных пройдет через такой компьютер, то соединение оборвется. Советую тебе тщательно спланировать свой маршрут перед тем, как браться за дело. Зацени, как я все проверну. Ага. Да ты крутой, мужик. Так. Так. Ага. Потом будет глава, которую мы не проходили, да? Это мы не проходили. Ставьте лайки, дорогие. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Тили-тили. Тарали-вали. Ага. Ага. А как это перевор... А, вот. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ри. А где этот плоскинки? Чтоб у нас плоскинково нету? Подожди. Или повыше его надо поднять. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти palo. Ту-ту-ту-ту-лю Ту-ту-рю Ту-ту-рю Ту-ту-ту-ту-рю Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Это она правильная? Или неправильная? а куда поток пойдет? сюда? Соба как направить этот поток то? Дружки! Э! А почему? А-а-а! Подожди! Ну да! Да! Блин я туплю конечно реально! Что вместе с этой что ли? подожди ааа хмм дыдь дыд 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 ааа вместе с компьютером стопа почему у меня как-то косо это стоит Ну, она вроде сюда наплыть должен пойти. Так, стоп. А, я не на ту облачь, что ли, направил? Нет, наверное. Стоп. А как перенаправить? Даже че-то я ничё не помню, что Руди правильно сделал. Подожди. А почему она не предуправляет туда, куда надо? Ага. Как-то очень странно это всё работает. А дальше, подожди. А-а-а, подожди. Мне показалось. На четвёртую полоску, это значит ниже, да? А как это перенастроить-то? Он же не перенастроит. Ничего не понял, а как? Не пойму, разветвлитель я вроде правильно поставил. Но почему-то у меня не зажигается это там, где надо. Что-то тут много геморроя с этим. Вот здесь это реально Может, на этом кажется, что просто, но почему-то я по схеме сделал и схема мне не дала нужного результата. Совсем. Поток не направляется туда, куда надо. Это самое странное. Да ладно! Серьёзно, они не будут это... Стоп, подожди. Или будут? Блин, пожалуйста, скажите, что в прохождении сейчас они будут это выполнять. Подожди. Это оно? Допустим. Нет? Чё? А как это работать-то будет? Алло! Алло! Это заблокировать поток, да? Да? Это-то пойдёт, но... Так, а куда вот этот пойдёт? Мотивчик. Сюда. Но это пойдёт в соединение с этим, да? Блин. Так, а это такая же фигня или нет? Подожди. Чё? Чё? А как он это сделает? Допустим. Так, подожди. Это он здесь переменчивую сделал? Или нет? Стоп. Повыше? Это то есть... Ну какую траекторию он сделал? Здесь, что ли? А как? Подожди. Да я... Блин, я понял. Чё за фигня? Подожди. А... Та блин! Там блокада стоит или что? Та блин! Ага! Так, стоп, это где примерно? Здесь? Он же отклоняться должен! А почему он не отклоняется? чё за бред он у меня почему-то нет клоняется чего наверное где-то я профукался а вот вопрос где но отклонитель у меня чего подожди во вторую половину это то есть получается а почему он у меня не отклоняется так как нужно даже в первую а почему стоп а тогда что получается вот так потом они 3 вот наконец то отлично текс база данных и чё судя по упоминанию бафомета здесь есть какая-то связь с тамплиерами тамплиеры стали жертвами предательства и алчности интересно филипп четвертый заплатил за свои грехи ну чё дальше ну чё дальше алло так подожди ну допустим кардиан креститель тамплиера это что или нет или нет или все так подожди так подожди приветствие нужно нажать или что сейчас секунду ты а ну допустим ну допустим ну мы то нажали вроде бы на базу на бафомета вот это же вроде одно и то же было алло может уже все как бы не эй бёрджил есть пять минут конечно что тебе нужно ничего короче а теперь с тёлкой поговорим да ну давай анна-мария есть минутка что тебе джордж так что тут у нас этот манускрипт хранился в вашей семье много лет да он был передан моему отцу у него была целая коллекция значит были и другие да и много и каждый мог рассказать о старинном сокровище не уверена но вот этот точно рассказывает и зачем мафии понадобился твой манускрипт мой отец много пил и каждый раз рассказывал о сокровище и о том что его дочь расшифровывает манускрипт видимо нашлись люди которые приняли его рассказы всерьез этот мясокомбинат выглядит подозрительно это настоящий комбинат настоящий но поверь колбасу сделанную там лучше не есть так подожди подожди а доступно или нет не а я идиот подожди так а что нужно нажать на что крест полумесяц звезда давида интересно зачем здесь эти символы а на город подожди город похож на восточный а подожди рыцари хромовенькие ну может вроде подожди а так а что мы могли профухать заметки подожди приветствие это понятно но подожди а что мы могли профухать допустим рыцари хромовники а че он не реагирует ни хера слинарета подожди ну допустим допустим а здесь же ничего вроде нету 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 чего а как он это переключил э почему рыцарь хромовники у меня не понял А как он переключился? Алло. Так, сок, я что-то не понял. Ну? А у меня красный что-то не горит, то что нужно гореть. Че, я должен еще подождать? Или че, или щелкнуть? О, господи. Подожди. Ну, бафомет. И сколько ждать? Не пойму. По очереди, что ли, или че? Ну, допустим. Дальше. О, подожди или нет. Ээээ. Подожди, я это понял, но... А как? Блин, как это работает? Алло. В смысле, как это работает? Я че-то не пойму. Алло. Город похож на восточный. Пипец. И че делать? Почему у меня скрипт не срабатывает? Я ни хера не пойму. Какого хера? Блин, ну ты идиот, блин. Вроде же все нажимаю, что нужно, идиот. Что... Что не так? Не пойму. Не пойму. Просто охереть. Просто охереть. Реально, блин, просто охереть. Геральдические лилии. Здесь какой-то узор. Типичное изображение укрепленного европейского города. Адское пламя поглощает город. Манускрипт был создан в 1307 году. Видимо, тамплиеры знали о скорой расправе и позаботились о своих сокровищах. Блин, я как бы понимаю, но... Сейчас я подойду, ребят. С этими крестами это трэш. Ух, блин. Продолжение следует... 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 Но натиск у мамлюков сдался. Затем отправился он в город Длинноногого, и принят был как приор храма. Следом в новый город храма, где стал великим магистром Ордера. А затем на остров, где он правит. Третье, ага. Четвертое. Тут написано, последнее. Чтобы прозреть, повернись от священного Сиона, к великой крепости империи Востока, к святому престолу на западе, к ученому коптскому городу на юге. Типичное изображение укрепленного европейского города. Блин, если... Немощный священнослужитель смотрит на море. Этот король, видимо, очень сильно себя любил. Король? А вот короля мы, по-моему, не осматривали. Так, адское пламя, орнамент, ну давай. Может ты догадаешься? А вот, кстати, короля не изучал, капец. Здесь какой-то узор. Так, орнамент. Щиты. Четыре рыцаря с щитами. Четвертый герб спрятан. Так, подожди, город с миноретами. Город похож на восточный. Человек на вид достойный и богобоязненный. Это Бафомет, идол, в поклонении которому обвинили тамплиеров. Так, вот он рыцарь. Святой Георгий, бьющийся со змеем. И подземелье. Это ангел, о котором говорится в манускрипте. Так, дата написания. И символ. Манускрипт был создан в 1307 году. Видимо, тамплиеры знали о скорой расправе. И позаботились о своих сокровищах. Блин, если это неправильно... Крест, полумесяц, звезда Давида. Интересно, зачем здесь эти символы? Подожди, в смысле? Город похож на восточный. Ладно, попробуем, если что, придется еще рассмотреть. Так, заметки. Я возданну. Ага. 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 Да в смысле? Какого хрена? Алло. Блять. Да вы издеваетесь? Пиздец. Просто пиздец, отвечаю. Ооо, ебаный в рот. Гребаные скрипты, ебал я их в рот, блять. Здесь написано, под крепостью истинного патриарха ангел ожидает. Того, кто достоин и идет по пути праведника. Но под какой крепостью? Че? Ну? Вторая, допустим. Тут написано, первая, отыщи двух рыцарей на одном коне, и камень откроет тебе путь. Окей. Тут написано, вторая, обратись к гербам на щитах. Замкни круг, и рыцари тебя пропустят. Ага, гербы, а почему, а почему... Так, читаем третью часть, подожди. Тут написано, третья, повтори земной путь магистра и докажи, что достоин взять награду. Сначала в крепость, где сражался, но натиску мамлюков сдался. И куда? Затем отправился он в город Длинноногого и принял, как приют храма. Прямо реально по полу, тогда по муноскрипту идти, это обосраться. Следом в новый город храма, где стал великим магистром ордена. А затем на остров, где он правит. Ну, четвёртую часть читать, серьёзно? Тут написано, последнее, чтобы прозреть, повернись от священного Сиона к великой крепости империи Востока, к святому престолу на западе, к учёному коптскому городу на юге. А дальше? Реально орнамент читать? Геральдические лилии. Здесь какой-то узор. А дальше? Крепость? Ну давай. Типичное изображение укреплённого европейского города. Хорошо, дальше. Так, король. Король, влюблённый в себя самого. Так. Немощный священнослужитель смотрит на море. Так, ну адское пламя, я понял, что нужно. Адское пламя поглощает город. Чё, подожди, там что-то ещё? Опа-на, подожди. А чё? Дата? Манускрипт был создан в 1307 году. Видимо, тамплиеры знали о скорой расправе и позаботились о своих сокровищах. Укреплённый город? Город похож на восточный. Человек на вид достоинный и богобоязненный. Это Бафомет, идол в поклонении которому обвинили тамплиеров. Ага. Город похож на восточный. Святой Георгий, бьющийся со змеем. Это ангел, о котором говорится в манускрипте. Крест, полумесяц, звезда Давида. Интересно, зачем здесь эти символы? В смысле... В смысле зачем? Блин, вдоль и поперёк уже изучили всё нафиг. Какого хрена? Да ладно, да вы издеваетесь. Какого хуя? Какого хуя? В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? И что нам делать? Манускрипт Анны Марии. Этот манускрипт меня заставил побегать. Но если честно, мне все это даже нравится. Что тебе нравится? Мы, блядь, не можем это... Анна Мария, есть минутка? Что тебе, Джордж? Этот мясокомбинат выглядит подозрительно. Это настоящий комбинат? Настоящий. Но поверь, колбасу, сделанную там, лучше не есть. Мне нужно еще поизучать манускрипт. Что там тебе, блядь, изучать? Мы уже все там практически истрахали. Что за бред? Эй, Вёрджил, есть пять минут? Конечно, что тебе нужно? Ебануться. Изучить ему, блядь, манускрипт нужен. Здесь написано, под крепостью истинного патриарха, ангел ожидает. Того, кто достоин и идет по пути праведника. Но под какой крепостью? Блядь, под этой крепостью, идиот. Город похож на Восточный. Город похож на Восточный. Тут написано, первое, отыщи двух рыцарей на одном коне, и камень откроет тебе путь. Какой, блядь, камень откроет тебе путь, блядь? Окей. Тут написано, второе, обратись к гербам на щитах. Замкни круг, и рыцари тебя пропустят. Ага, рыцари. Святой Георгий, бьющийся со змеем. Ладно, третье, допустим. Тут написано, третье. Повтори земной путь магистра и докажи, что достоин взять награду. Сначала в крепость, где сражался, но натиск у мамлюков сдался. Затем отправился он в город Длинноногого, и принят был как приор храма. Следом в новый город храма, где стал великим магистром ордена. А затем на остров, где он правит. Типичное изображение укрепленного европейского города. Немощный священнослужитель смотрит на море. Человек на вид достойный и богобоязненный. Ну, тут написано, последнее. Чтобы прозреть, повернись от священного Сиона. К великой крепости империи Востока. К святому престолу на западе. К ученому коптскому городу на юге. Это ангел, о котором говорится в манускрипте. Манускрипт был создан в 1307 году. Видимо, тамплиеры знали, оскорее насправе, и позаботились о своих сокровищах. Вы серьезно, блядь, издеваетесь? Крест, полумесяц, звезда Давида. Интересно, зачем здесь эти символы? Оооо. Вот реально, какого хера? Как это работает? Объясните мне, пожалуйста. Мне нужно еще поизучать манускрипт. Да что там, блядь, изучать? Что там, блядь, изучать? Я в ахуе просто. Изучать, блядь, манускрипт. Ну что тут? Раз, два, три. Давайте щелкать, рыцари-храмовники. И чё? И чё нам это, блядь, дало? Свидетельство. Информация. То же самое, что и было. Ебанусы. Блядь, я не понимаю. Я же как-то это, блядь, проходил. Наверное. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Хорошо, давайте же сохранимся. Сейчас. Побег от бандитов. Да. И загрузим... Снова, блядь, эту хуйню. Блядь. Ёбаные скрипты. Вот реально, ебал я их в рот просто. Эти скрипты. Через открытое окно я вижу только кусти дробилку. Не хватало ещё туда загреметь. Ей-богу. Этой штуковине по зубам даже грузовик. А-а-а. Всё, у тебя доступно всё, что нужно, верно? Давай, просто возьми, блядь, и... Ох, сохранись. Давай. Блядь, если бы я знал, я не знаю, скрипт это, блядь. Не скрипт это, блядь. Я вообще нихуя не знаю, как это работает. По прохождению у чувака всё заработало. Но я не понимаю, какая последовательность. Всё там изучено. Вроде бы и версия игры должна быть нормальной. Но какого хера у меня не получается сделать это? То есть, тут проблема не... Я его вдоль и поперёк этот, блядь, манускрипт изучил. Ёбаный ты в рот. Чё делать-то? Это ж пиздец. Ты ёбаный в рот. Возьмёшь ты это. Плеером, манускрипт Анны-Марии. Я в курсе, и... Я б сказал, но... Да. Так, где ещё? Попытка. Всё? Попытка-попытка, не пытка. Давай. Точно. Это подлинная вещица. Четырнадцатый век. Вопрос в том, как... А я, как бы, это, блядь не знал. Музеи исключаются. Нет. Мне нужно что-то более эффективное. Так. Привет, Анна-Мария. Смотри. Джош, ты нашёл его. Спасибо тебе большое. Да, пустяки. Посмотрим, что у нас тут. Да, да, да. Давай. Давайте прям... Прям точно всё выполнять. Давай, заголовок. Погнали. Давай. Тут написано... Ага. Под крепостью истинного патриарха ангел ожидает того, кто достоин и идёт по пути праведника. Ты хорошо знаешь латынь. В школе я был немного ботаником. Теперь это пригодилось. Теперь нам нужно только сообразить, кто истинный патриарх и где его крепость. А потом суметь под неё забраться. Но под какой крепостью? Окей, дальше. Текст на латыни, часть первая. Давайте. Тут написано... Первое. Отыщи двух рыцарей на одном коне, и камень откроет тебе путь. Может, первая часть про путь, который должен избрать праведник, чтобы найти ангела? Логично. Значит, мы всё поймём, когда окажемся в правильном месте. А дальше? Второе, наверное. Ну да. Так, второе. Тут написано... Второе. Обратись к гербам на щитах. Замкни круг, и рыцари тебя пропустят. Ага. Теперь гербу изучать. Погнали. Герба. Четыре рыцаря с щитами. Четвёртый герб спрятан. Часть третья, что ли? Ну давай. Тут написано... Третье. Повтори земной путь магистра, и докажи, что достоин взять награду. Сначала в крепость, где сражался, но натиску мамлюков сдался. И дальше? Затем отправился он в город Длинноногого, и принят был как приор храма. Следом в новый город храма, где стал великим магистром ордена. А затем на остров, где он правит. Эм... Последняя часть? Что ли? Тут написано... Последнее. Чтобы прозреть, повернись от священного Сиона к великой крепости Восточной империи. К святому престолу на западе, к учёному коптскому городу на юге. Повернись от священного Сиона. Откуда? От Иерусалима? Эм... Ага, теперь орнамент, да? Геральдические лилии. Здесь какой-то узор. Так, скрепость. Типичное изображение укреплённого европейского города. Король. Король, получается, да, теперь? Этот король, видимо, очень сильно себя любил. А чё дальше? Потом будет всё корольное священник, что ли? Ну да. Немощный священнослужитель смотрит на море. Адское пламя поглощает город. Манускрипт был создан в 1307 году. Видимо, тамплиеры знали о скорой расправе и позаботились о своих сокровищах. Укреплённые города? Подожди. Видишь минареты в укреплённом городе? Похожи на восточный город. Хорошо, дальше. Ага. Чё, священнослужителя надо было ещё лкнуть? Человек на вид достойный и богобоязненный. Ага. Эй, это же Бафомет, идол, в поклонении которому обвинили тамплиеров. Нужно собрать побольше информации обо всём этом. Ага. Город-рыцарь? Город похож на восточный. Похоже на святого Георгия, покровителя Англии, сражающегося со змеем. Странно. Город справа похож на восточный, но его защищает христианский рыцарь. Разве святой Георгий не был англичанином? Вообще-то он был из Турции. Так, хорошо, подождём. Так. Такому ангелу остался. Видимо, это и есть ангел, о котором говорит манускрипт. Не очень похоже на сокровище. Что? А. Крест, полумесяц, звезда Давида. Интересно, зачем здесь эти символы? Чё? Ты можешь его расшифровать, Джош? Да, но не полностью. Мне нужна библиотека или база данных. Но на улице слишком опасно. Интернет не поможет? Ну, есть один сайт. Общество ценителей древней истории Андре Лобина. Но меня забанили? Ты говорил, что Вёрджил хакер. Да, но на меня сейчас зол. Тогда задобри его. Что? Чё, с ней поговорить, что ли? Подожди. Нашёл вот эту штучку на мясокомбинате. Хочешь? Нет, спасибо. Но, думаю, Вёрджилу он понравится. Ты, наверное, права. Анна-Мария, есть минутка? Что тебе, Джордж? Так, манускрипт. Этот манускрипт хранился в вашей семье много лет, да? Он был передан моему отцу. У него была целая коллекция. Значит, были и другие? Да, и много. И каждый мог рассказать о старинном сокровище. Не уверена, но вот этот точно рассказывает. Этот мясокомбинат выглядит подозрительно. Это настоящий комбинат? Настоящий. Но, поверь, колбасу, сделанную там, лучше не есть. И зачем мафии понадобился твой манускрипт? Мой отец много пил. И каждый раз рассказывал о сокровище. И о том, что его дочь расшифровывает манускрипт. Видимо, нашлись люди, которые приняли его рассказы всерьёз. Как там, Вёрджил? Расстроен. Винит себя в том, что его плеер уничтожен. Эти парни даже не за мной гнались. Так. Ладно, идём тогда к этому чуваку. Так. Чё-то надо сохранить. Ну да, какая разница. Можно исследование этого манускрипта. Так. Чё, ему плеер тогда дать, что ли? Вёрджил, я понимаю, ничто не заменит твоего плеера. Но вот это, может быть, облегчит твою утрату. Ну, надо же. Та же модель. Ты его украл? Нет, как ты мог подумать? Я же юрист. Ну, вот и я. О том же. Ты его украл. Но музыка-то пропала, правда? Да ладно. Она у меня дома на CD. Спасибо, Джордж. Так, теперь с ним поговорим, да? Эй, Вёрджил, есть пять минут? Конечно, что тебе нужно? Мне нужно поискать кое-что в интернете. Ну и ищи, что тебе мешает. На этом сайте меня забанили после заварушки в Гластонбэре. Поверь мне, Джордж, окончательно закрыть доступ практически невозможно. Где же эта штуковина? Где-то здесь точно была. Вот, возьми, Джордж. Пригодится. Что это? Это флеш-карта, только усовершенствованная. Вставь её в КПК и вперёд в интернет. Так что было после того, как мы забаррикадировались в комнате? Сначала они вломились в твой кабинет, потом выскали его, потом начали всё крушить. Ну ты же им показал, где раки зимуют, да? Шутишь? Я сидел под столом. А, а потом что они сделали? Сломали мой MP3-плеер и ушли. Классная история, да? Что смешного? Ну ты под столом. Хотел бы я это видеть. Если хочешь остаться моим другом, лучше об этом не вспоминай. Ага, типа того. Ну как тут Анна-Мария? Держится? За неё не волнуйся. Я её успокоил, как мог. В смысле, успокоил? Ей нужна была жилетка, в которую можно поплакаться. И ты эту жилетку, конечно же, предоставил. Конечно, я же джентльмен. Да уж. Так. А. Теперь латинский текст. Угу. Ну, допустим. Э. Подожди. Так. Теперь взлом, да? Окей, соединение. Тикс. Блин, а может, надо было тупо... Точно, Джордж. Вот моя простенькая хакерская приморочка. А, сейчас он будет стараться объяснять. Так, что думать. Так что думать почти не придётся. Я покажу, я покажу, как с ней обращаться, взломав компьютер моего приятеля. Вот здесь твой КПК. Вот это твоя конечная цель. База данных, которую нужно взломать. Тебе нужно, чтобы поток данных передавался от твоего компьютера к конечному незамеченному. Смотри, мой друг живёт в другом штате, за горной грядой. Поэтому мы должны её обойти. Если мы хотим взломать базу, мы должны пройти через все эти ключевые точки или маршрутизаторы. Она обеспечивает тебе анонимность, так что обнаружить твой поток данных будет сложнее. Чтобы перенаправлять поток данных, тебе понадобятся маршрутизаторы и рефракторы. Чем больше их задействуешь, тем больше у тебя времени для взлома. Как видишь, всё работает примитивно. Но обычно всего этого хватает для того, чтобы успешно провернуть дело. И вот это действует как зеркало. Отражает поток под углом в 90 градусов. А вот такой под углом в 45 градусов. А это разветвители. Они разделяют поток под углом либо в 45, либо в 180 градусов. Так как серверу необходимо предоставить только один поток данных, тебе придётся свести несколько в один. Используй тот же разветвитель, но наоборот. вот по-другому. 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 Если ты задействуешь разветвитель в одном направлении, использовать его с другого уже не получится. А вот таких темп-юдеров тебе надо избегать. если скрипты не заработали, это будет пиздец просто. Просто понимаете, ребят, проблема в том, что скрипты. Скрипты это такая херня, когда скрипт не срабатывает и дальше продвинуться нельзя. Типа дальше продвинуться нельзя. Вот это самая неприятная часть, если ну ты не можешь пройти не из-за того, что ты что-то не так делаешь, а просто из-за скрипта. Клавиатура валяется, ну да. Подняли бы хотя бы. Вот этот негр не мог убраться в этом сраче, сидит такой на диванчике, типа, я не буду умирать. Пусть придет Джорджи и уберет. Ну вот и все. А теперь смотри, что есть в этой базе данных. Ничего себе! Это явно не для наших глаз, сумасшедший чувак. Ладно, Джорджи, что твоя очередь? Интересное это. Интерпретация, да? Так, как там было? По-моему, так или нет? О, почти попал. Но, по-моему, нужен разветвитель, да? Так, а повыше можно? Ага, здесь я выше подниму. Ага. Значит, не так, да? блин, нифига не вижу, блин, тут качество просто так. Ну, допустим, как он делает? на третью полоску. Ну да, а дальше? что? что за фигня? что за фигня? не это? подожди. да, блядь! не туда. твое мать. Твою мать. подожди. и разветвитель помогает здесь? да, потом, по-моему, стоп. только сюда, что ли, или как? нет. не то разно... да, в смысле? а почему так? стоп. а почему так? стоп. она аж вроде типа... подожди. а! не эту штучку, я понял. э! подожди. а че за фигня? а! вот! а! 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 это я туплю... так! нет, подожди! подожди! А, горизонтально. Чё, серьёзно? Так? Подожди. Да е... Наконец-то. Ах... Так. Угу. Угу. Приветствия. Бафомет. Судя по упоминанию Бафомета, здесь есть какая-то связь с тамплиерами. Да ладно. Тамплиеры стали жертвами предательства и алчности. Интересно, Филипп IV заплатил за свои грехи? Охрен его знает. Эээ... Эээ... Та в смысле? Какого хрена, я не понял. Чё, блядь? В смысле, ты хочешь сказать, что это ещё и не... Ладно. Допустим. Ага. Ага. Чё? А-а-а! Вот она чё. Жак, Орден, Филипп. Даже по меркам Средневековья Филипп IV был беспринципным диктатором. Папа Климент V был не лучше. Климент и Жак де Мале. Папа Климент V был марионеткой в руках короля. Ты знала, что на римских пап в то время часто нападали? Почему-то меня это не удивляет. Как говорил Наполеон, история помнит победителей. По факту. Знаешь что? Я думаю, что священнослужитель справа может быть Климентом V. Он был епископом авиньонским и дружком Филиппа. Но он явно не истинный патриарх, упомянутый в манускрипте. Теперь нам осталось понять, кто же истинный патриарх. Жак де Мале был предан королем Франции Филипп IV. Реликвия Филипп, что ли? Э. А, вот, Орден Гастеполеров мы еще не прочитали, да? И все? Или как? Подожди, Филипп. Климент V. И лицарь-храмовники? Вроде же... Подожди. Мы вроде все прочитали или нет? А ну-ка, стопэ, шички. Город похож на восточный. Если Климент V, не истинный патриарх, а святой Георгий Каппадыкиянин, сражается со змеем под изображением священнослужителя, истинного патриарха... Да? Тогда город — это Стамбул, который в средние века назывался Константинополем. А крепость — это, видимо, старинная крепость Константинополя. Джош, это поразительно. Она еще существует? Не знаю, но в Стамбуле, думаю, можно узнать. Джош, ты гениален. Спасибо за то, что помогаешь мне. Эй, мне это нравится. Я никогда не откажусь от поисков сокровища тамплиеров. Ну, наконец-то. Ох, наконец-то, ребятушки, мы это... Прошли это. Так, все три сохранили, что ли? Попытка, попытка. Исследования, исследования. Погнали, что. Обслуживание номеров. Ну, давай. Давай. Добрый день, Эфенди. Я тут кое-что принес для вас и вашей прекрасной жены. О, спасибо, но она мне не жена. А, понял. Но только с благословения небес, сэр, вы нашли такую любимую. Нет, я имею в виду, что мы не... У нас не... Между нами ничего нет. Не волнуйтесь, сэр. Несколько ночей в отеле Паша Палас. И нежное создание вручит вам сладкий дар любви. А сейчас оставляю вас для целительного отдыха. Привет, Джош. Эй, да, привет. Какой милый официант. Что он говорил? Да ничего. Погода не ладится. Дожди. Бормотал, что они здесь редкость. Мне нравится... Ну что, пришло время искать сокровища? Я подожду в коридоре, пока ты оденешься. Да. Готово? Да. Спасибо, Джордж. Какой ты стеснительный, Джордж, Джордж. Ай-яй-яй. А я-то думал, что ты... С перцем, все такое. Но... Но Джордж у нас, как говорится, стесняшка. Да. Стесняшка Джорджик, да? Ну вот мы и в Стамбуле. Надо, наверное, с этой женщиной поговорить, да? Так, стоп. Карта какая-то. Давай. Ого. Интернет, что ли, или что это? Какие достопримечательности ты бы посоветовала? Может, Голубую мечеть? Большинству наших гостей, предпочитающих малобюджетный отдых, она нравится. Страшно звучит, ребят, Голубая мечеть. Не в обиду, просто реально страшно. Вот. А что еще заслуживает внимания? Ну, музей мозаик. Он нравится гостям вроде тебя. Музей мозаик. Круто. Можно мне тоже мозаику свою принести в этот стамбульский музей мозаик? Расскажи мне побольше о Стамбуле. Давай. Посмотри на карту и определись, что именно тебя интересует. О, какая-то, да? Ладно, о себе расскажи, дежурная. Как дела? В порядке, спасибо. Только я очень занята. Бронирую места для вип-клиентов. Молодец. Не подскажете, как найти старую крепость? Понятия не имею. Спросите официанта. Он многое знает о городе. Хм. Расскажи мне побольше о Стамбуле. Посмотри на карту и определись, что именно тебя интересует. Ну, понятно. Больше ты ничего не хочешь сказать, да? А ну-ка, отойди. Все, я хочу ее Никону звать. Туристическая карта. И все? Ну, ладно. Говорим с этой Анной или как ее там. Я так счастлива, что ты согласился помочь мне, Джордж. Неужели мы действительно здесь? Невероятно. Ага, похоже на сон. Не на кошмар, я надеюсь? О нет, конечно, не на кошмар. Кошмара еще нет. Я дипломированный юрист. Раньше работал в фирме моего отца. Юрист? Ни за что бы не догадалась. Воспринимаю это как комплимент. Как бы она не догадалась, она к нему в адвокатскую контору... Господи, контору пришла. И такой, ты юрист? Ммм, найс, прикольно, ммм, интересно. Ммм, найс, прикольно, ммм, найс, прикольно, ммм. Логика у этой игры иногда просто хромает. И что нам дальше делать? Тетка нам ничего не сказала. А что тут еще есть там? Какой-то вход... Вход-поворот. Так. А, официант есть. С ним потарахтеть. Официант. Дружище. Можно с тобой? С тобой. Ага, мой друг. Как сегодня чувствует мой любимый гость? Про карту расскажи. Тебе известно о древней крепости, которая находится здесь, в Стамбуле. Великая твердыня. Легенда гласит, что она скрыта глубоко под дворцом Тапкапы. О, даже так. Так ты доволен своей работой? Я служу официантам всю свою жизнь, Эфенди. И она наполнена радостью, ибо я преуспел в искусстве исполнять всевозможные желания гостей моего великого города, которых ждут дикойные испытания там, где Восток встречается с Западом. Интересно. Дворцом Тапкапы? Это одна из наших достопримечательностей. Но, увы, на этой неделе дворец закрыт для туристов. Там проходит международная политическая конференция. И дворец тщательно охраняют. А почему бы не покурить кальян неподалеку от Галтасарая? Или не сходить в Айя София? Или в Голубую мечеть? Или в Турецкие бани? Да, вот это ты смеялся про Турецкие бани? Любишь турецких девочек, мавлют, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Я тебя понимаю, мавлютик. Хм, кстати, красивый скрин. Хм. О, гениально, все повернулись. Так. Тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири-ри-ри-ри. 17 FPS-ик. Так, и чё? На второй этаж это, походу, это. Так, ну нам тётенька, наверное, ничего не скажет, да? Или скажет? И чё тут? Картына. Угу. И какой-то золотой... Олень. Чего? Так, стоп. Отель. Дворец Тапкапы. И куда нам топать? Лучше остаться. Ну-у-у-у. Ла-ба-ба-ба-ба. Остаться так остаться, наверное. Сейчас, подожди. Те. Те-кс. А-а-а. Вот как. Теперь нам нужно осмотреть карту. О, господи, чё за сплинтерцелл? Так. Давай. Осмотри. Анна-Мария, ты только посмотри. Дворец Тапкапы огромен. И как, спрашивается, мы найдём эту чёртову твердыню? Хм... Во внутреннем дворике находится фонтан. Он должен быть подключён к системе водоснабжения. Возможно, это тот самый акведук, принадлежащий крепости. Очень может быть. Но как нам пробраться внутрь, если дворец закрыт для посещения? Джордж Стобарт всегда найдёт выход. Вернее, вход. Так, подожди. Всё осмотреть. В этом музее выставляется знаменитый кинжал Тапкапы. Так, музей. В этом музее выставляется знаменитый кинжал Тапкапы. Я понял, я понял, я понял, я понял. Подожди. Гарем. Знаменитый гарем. У принца было 200 наложниц в придачу к 10 обычным жёнам. 209 девушек. Ничего себе. Губу закатил принц. В гареме. Может, можно попасть внутрь через маленький дворик? Ага. Конечно. Прям в дворики тебе Джорджи пустят. Арка влюблённых. Двор с фонтаном. Арка влюблённых? Ну, с этим всё понятно. Может, официант знает? Подожди. Двор с фонтаном. Во внутреннем дворике есть фонтан. Может, можно попасть под землю через водопроводную систему? Кто знает, Джордж? Кто знает? Так, внутренний двор. Гарем. А, это всё гарем. Вход. Вход. На этой неделе, скорее всего, хорошо охраняется. Ну что, назад тогда, да, получается? Или как? Ну да. Так, теперь с официанткой поговорить. Официантка... Ой, в смысле? Подожди. Так. А дворец Тапкапы интересное место? Очень красивое место. Но на этой неделе там проходит президентская конференция. Будут пускать только дипломатов и журналистов. Может, вам сходить куда-нибудь ещё? На стене висит карта, на которой обозначены все основные достоперечательности. Достоперечательности. Расскажи мне побольше о Стамбуле. Посмотри на карту и определись, что именно тебя интересует. А, я в курсе. А дворец Тапкапы интересное место? Очень красивое место. Но на этой неделе там проходит президентская конференция. Будут пускать только дипломатов и журналистов. Может, вам сходить куда-нибудь ещё? На стене висит карта, на которой обозначены все основные достопримечательности. Вот это то, что они повторяют другие фразы, меня... ...бесит. Такс. Да, и карта, блядь, убога поворачивается. Не знаю, как объяснить. Мав... Мавлюк или какого-то. Так. Чё ты ещё там знаешь? Насколько я понимаю, во дворец никак не попасть. Все эти меры безопасности... Штурмом его брали только крестоносцы. Но даже у них был свой человек внутри. Думаю, прекрасная девушка. Хотя легенда об этом умолчивает. Девушка крестоносец. Интересно. На карте я обнаружил постройку, обозначенную как арка влюблённых. Что это такое? Арка влюблённых? Боковой вход со знаменитой системой затворов. Её можно открыть только изнутри. Ну, а дальше? А есть ли другие особые входы в это здание? Внутри также есть двери. Но открыть их могут два человека. По преданию, их воздвигли, чтобы прекрасные наложницы не могли тайком ходить на свидание со стражником. Угу, два человека. Отлично. Так, подожди. Так, теперь дворец топ-капи, да? Ну, погнали, чё. Или этот скрин сделать? О! Отлично. А, и ушла почти не вовремя. Так. Да, приседает игра, конечно, жёстко. Ти-ти-ри-ти-ри-ти-ри-ти-ри-ти-ри. Давай, дворец топ-капы. Погнали. Такс. Так вот он, какой дворец топ-капы. Жемчужина Османской империи. Ну, смотри, красивый скрин можно сделать. Вот места тут, конечно, топ. Так. Поиски предметов, исследование манускрипта. Ага. Так, дворец топ-капы. Так, ну, исследование манускрипта можно пропустить. Да. Такс. Дворец топ-капы. Раз, два, три, четыре, да? А, ну, отлично. Пусть будет хотя бы столько сохранений. Так. Сейчас с ним поговорить, что ли. Извините, туристам на этой неделе сюда нельзя. Вы не из журналистов? Эм, да, я журналист. Из какой газеты? Эм, York Times. Они уже здесь. Я имел в виду из Хроник Айдаха. Они отказались? Вы наугад говорите? Конечно, нет. Может, вы не журналист? Может, вы террорист? Нет, нет. Просто я внештатник и часто забываю, на кого работаю. В самом деле? Ну, я со столькими газетами работал. Все журналисты уже здесь. И с телевидением. Я на ТВ работаю. Часто. Работники ТВ тоже здесь. Ну, и с радио, конечно. Радио тоже. Все тут. Вот, черт. Кроме... Да. Имна Омары. Не может быть. Вы шутите. Почему? Потому что из всех журналистов... Так. ...вы выбрали одного единственного... Так. ...который есть я. То есть вы Иман Омара? Мы вас ждали, господин Омара. Как вам нравится в отеле Паша Палас? Извините, но мне все равно нужно увидеть пропуск. О, черт. Я оставил их в отеле. Без документов нельзя. Никому. Так. А как в отель вернуться? Так. Так, что ли? Э-э-э... Подождите. А, да. Так, отель. Ага. И у кого можно об этом узнать? Ребятушки. Я снова в отеле Паша Палас. Джордж, я в курсе. Так, может сначала с бабенкой поговорить? Текс. Бабенка. Расскажи мне об этом, чуваке. Так, я слышал, что здесь остановился Иман Омара. О, да. В этом самом отеле. Настоящая знаменитость. Это так, волнительно. Знаменитость? Мировая. Это точно? А ты как думал? Очень хорошо. О моем приключении в Гластенберре Иман написал книжку, которая стала бестселлером. Под названием Армагеддон. Моя роль в том, что почти произошло, но не до конца. Этот опус и сделал его известным. Сегодня он еще не спускался из своего номера. Полагаю, он наверху готовится к одному из своих блестящих интервью. Скорее, страдает от похмелья. Что? Я говорю, нравится его выступление. Скоро я заканчиваю работу, и тогда лично вручу ему письмо, которое только что привезли из дворца Тапкапы. Я за него расписалась. Должно быть важное послание. А дальше? Расскажи мне подробнее об Имане. Представляешь? Иман Омара здесь у нас в отеле. Да, представляю. Так. Расскажи мне подробнее об Имане. Представляешь? Иман Омара здесь у нас в отеле. Да, представляю. Так, подожди, а где письмо на столе? Вот это что ли? А ну-ка. Не трогайте. Это не для вас. Так, попросить надо Анну-Марию. А тот охранник, кстати, тупой. Мы столько способов перечислили. Письмо из дворца может быть важным. И я отвлеку девушку. Ты сможешь стащить письмо, пока она не видит. Не вопрос. Весело, правда? Тише. Весело, весело. Давай, давай. Ну. Слушай, мне твое лицо показалось знакомым. Мы раньше не встречались? Не думаю. Я не путаюсь с туристами. А ты не выступала на Бродвее? Простите, сэр. Мне надо работать. Эээ, подожди. Письмо из дворца может быть важным. И я отвлеку девушку. Ты сможешь стащить письмо, пока она не видит. Не вопрос. Весело, правда? Тише. Весело, весело. Ага. Так, и как это сделать? Фотографию? В смысле, а ну-ка? Где там была фотография? А ну-ка. Компьютер для регистрации. В отеле должен быть бесплатный доступ в интернет. Хм. Неплохо. Фотография дежурной, играющей в гольф. Ага. Ааа, сейчас. Ты часто играешь? Не так, как бы мне хотелось. А тебе что мешает? А, полагаю, мои уши. Ааа. Можно я продемонстрирую свой фирменный удар? Разумеется. Ну, наконец-то. Ха-ха. Впечатляет. Ха-ха-ха. Спасибо. Правда, его надо выполнять в захвате. Насколько ты известен? О, я очень знаменит. Хм. Что-то сомневаюсь. Так. Ладно. А письмо? А где письмо? Подожди. Как успехи? Спокойно. Вот пропуск на пренс-конференцию во дворце. Ты просто звезда? Звезда, да. Так. Похоже, Иммон получил пропуск и карту Тапкапы. Я вынул пропуск из карты. Карта дворца Тапкапы. Так, подожди. Пропуск Иммона. Фотография еле держится. Так, подожди. Э, подожди. Погнали сюда. Там... Так. Так, а где можно взять ножик? Ммм... Так, стоп. Вот он. Отличный сувенир. Так, нам надо вырезать ножом. Я не сделаю этого. Так, подожди. В смысле ты не сделаешь? Пропуск Иммона. Фотография еле держится. Давай. Я не сделаю этого. Подожди, а где его фото... Здесь это не сработает. Подожди, удостоверение, а где у нашего удостоверения? Моё удостоверение адвоката. Ну давай, подожди. Я отделил фото от пропуска. Теперь он испорчен. Да ладно тебе, подожди. Теперь. Вот так. Не стоит этого делать. А, я понял, что... Как сделать надо. Просто, по-моему, заменить и всё, да? А ну-ка, подожди. Отлично. Теперь у меня есть пропуск. Так, хорошо. Так. М-м-м. Так. Погнали, чё. Обратно туда. Раз мы уже, по сути, сделали этот пропуск. Будем сохраняться там, в принципе, по сути. Так. Дворец. Я опять в тапкапы. Как обычно, вечер, да? Вечер, вечер. Наш вечер. Ну да. Так. Вечер, вечер, вечер. Три вечера можно и четвёртую, в принципе, сделать. Во. Так будет... Получше, да? Простите, сэр. Без пропуска нельзя. Так. Держи. Прекрасно. Ты действительно иммуномара? А теперь скажите, пожалуйста, фразу. Ну, вы знаете, ту самую. Думаю, не стоит. Да что вы, стоит? Нет, действительно не стоит. Очень даже стоит. Тут нужен особый настрой. Скажите, прямо сейчас. Выводы сделайте сами. Отлично. Ещё раз. Выводы сделайте сами. Больше чувства. Выводы сделайте сами. Экин будет счастлив. Мы с ним слушаем все ваши передачи. У него даже есть ваш плакат. Я скажу ему, что вы здесь. Прекрасно. Ага. Ого. Так тут двое, походу, охранников. Подожди. А мы там не пройдём, да? Прикольно. Ага. Ну, понятно, налево сворачивать. Окей. Пройдите к воротам, Эфенги. Каким воротам? Пройдите к воротам, Эфенги. А я не хочу. Алло. А, Анну Марину. Анну Марину, блин. Так, отвлеки, чувака. Наверное, мне потребуется помощь. Может, мне отвлечь охранника слева? Как ты догадалась? Я быстро учусь. Как только проберусь внутрь, найду дверь, о которой говорил официант, и впущу тебя. Удачи. Тебе тоже. Она нам пригодится. Давай. Давай. Анка. Что-то там расплетает. Строительные леса. Ни одна достопримечательность без них не обходится. Главное, не попасться охранникам. Ну, что попасться подвер... Чё? В смысле? А ты... Ты типа так не хочешь, да? Или как ты хочешь? Ну, ты явно не ассасин Джордж, поэтому... Тихо-тихо-тихо. Кстати, имеется в виду... Ну да, я так и думал. Давай. Так. Стелс, вы серьёзно? Ещё одна ложка дёгтя, да? Стелс пошёл, да? Ну чё, прикольно, блин, стелсик. Подожди. Чё, надо забраться, когда он не видит, что ли? Манку, подожди, блядь. Быстрей. В смысле какого? Левого? Со стены? Чё, блин? Где тут там мобильный телефон? Не пойму. С какой стены? Не понял. Не понял. Где там мобильный телефон? Я чё-то не пойму. А-а-а, подожди, мы заберёмся. А если... Стоп, что? Там нету ни с какой стены мобильного... Я чё-то не могу понять. Чё за фигня? Где он там? Может, спуститься назад? Может, я чё-то профукал, не? А-а-а, подожди. А-а-а, что, кстати, на тех строительных лесах? Подожди. А-а-а, стоп. Может, типа... А-ну-ка. Может, типа, место... Так, подожди. Куда... Куда ты полез, Джордж? В смысле? Подожди. А-а-а, вот он. Есть. Я положил телефон на место. Да, блин. Нет. Есть. Так, и чё мне теперь с этим делать? Телефон охранника. 5-5-5-6-5-4-8-9-7. И чё это нам дало? А-а-а. Понятно. Я положил телефон на место. Капец. Я бы не знал, если бы мне не сказали. Так. Ну. Эй. Спустись. Давай. Типа, отвлечь того охранника, что ли? А у меня получится? Э-э. Забирайся. Подожди. Ещё раз сохранюсь. Угу. Давай. Ну, да. Дэй. Дэй. Эй, кто-нибудь? Странно. Так, а тут же... Здесь нужно быть осторожным. Воу, как бы я в курсе. В тень, в тень, Сплинтерцелл. Да... Конечно, то, что тут сделали типа стелса, ребят, вы чё? Какой нахрен стелс? Кошмар. Так. Угу. Давай! Ну! Так... Вроде как получилось. Если, конечно, мне это... Угу. Угу. Чё? Чё там? Угу. Под штукатуркой видна какая-то щебёнка. И чё? Так, а как я вас могу-то вылить? Там же типа охранник. А как? Ммм... Подожди. Какого? Ммм... Ммм... Да. Подожди, я в курсе, но... Стоп. Хм, под штукатуркой видна какая-то щебёнка. А как я вылью? Подожди, он же это... Ты серьёзно? Какого? А-а-а... Я в шоке. Вопрос, как это проходить? Тин-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Так. Так, с помощью ножа? А могли бы раньше сказать, что ножиком надо... Так, подожди, а где ножик? Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Что там, зэки? Надо посмотреть. Ещё и с собакой? Блядь, серьёзно? Так. Вылей. Да, блядь, куда ты пошёл? Прекрасно. К счастью, я люблю сладкое. Валим. Валим, валим, валим. Всё? Или ещё нужно? Подожди. Он вернулся, да? Да, я видел, он вернулся. Ну? Чёрт, Жеки, у меня закончился чай. Ну да ничего, заварю ещё. Пойдём. Угу. Оставайся тут. Место. Место, место, собакен. Место, место, собакен. Так. Подожди. Стоп, а там тупик? Ага. А, здесь мы можем спуститься, да? Ага, спуститься. Спуститься. Нельзя не удивиться, да? Так. А, понял, собачку нам отвлечь нужно, да? Так, стоп. М-м-м. М-м-м. А, вот верёвку вижу. Так, нам нужно походу... Так, стоп. А точно нужно отвязать? Подожди. Белевая верёвка отвязана. Ага. Тыкс. Возьмите нож. А! Ножом кусочек колбасы. Отлично. Теперь у меня есть кусочек салями. Угу. Так. Эээ... Привязать. Салями на бельевой верёвке. Сумасшедший дом. Ну, зато отвлечёт собаку, Джордж. Хм-хм. Прикольно. Это мне напомнило, кстати, во второй части, помните, котика? Которого мы отвлекли рыбой? Эээ. Джордж, ты где? Камера, блин. Повернись другим задом, а. Так, подожди. Куда мы можем пройти? В арку? Походу, что да. Такс. А чё у нас тут? Это фонтан. Но во дворе полно охранников. Здание сзади это музей. Там я должен найти боковую дверь. Мда. Здесь тоже ничего не густо. Везде один стелс, да, ребят? Капец. Капец. Один стелсняк. Так, подожди. Что? А, вот и компьютер, да? Значит. Предупреждаю. Где там табличка была? Эээ, где табличка-то? Вот это, что ли? А, ну-ка, осмотреть. Тут написано. Внимание. Музей использует инфракрасную систему сигнализации. Не входить, когда она включена. А, теперь компьютеру, да? Ну окей, компьютеру-то к компьютеру. Снова взломы, да? Нужно знать пароль. Подожди, пароль. Так, идите к компьютеру. Текст. Компьютеру, КПК. Соединение с... Да, система безопасности. А! Так, на какой тут вертикалку? На пятой? Так, а как нам повернуть эту теперь? Какое сделать-то? А, подожди. На второй? На второй? Потом. Стоп, что? Ещё и здесь? А я хоть её правильно... ...вникаю? О, подожди. А как теперь её повернуть? Точнее, не горизонтально, но... Так, подожди. М-м-м... 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 Стоп, а-а-а... Подожди, я-то это понял. Но... Блин, было бы ещё нормально... ...посмотреться ко всему этому. А как нам лучше-то направить? Алло. Лучше, лучше, лучше. Луч света золотого, да? Так. Подожди. В смысле? А как эту повернуть в следующую? Не пойму. Никак? Стоп, подожди. Повернулась. Но повернулась почему-то... Но это не распределитель, да? Нет. А-а-а... Подожди. А, вот. А как теперь распределить... ...в ту сторону? Не пойму. М-м-м... Канаж ещё должна... ...через эту пройти, как её... ...куча головоломок, блин. Так. Нет, не в ту сторону пошла. Но это первая. Эта пошла туда. Правильно? И как? А-а-а, там тоже лучше надо направить. Серьёзно? Yes. Of course. Я не заметил. Так. И что нам сделать? Пересключите... ...тестовый режим. ...тестовый режим это как? А-а-а. Больше я ничего не могу сделать. Лазеры то включаются, то выключаются. Если бы я ещё мог их видеть... Так, подожди. Нет здесь ничего. Ладно. Так, ну здесь какой-то будет подвох, да? Подвох есть всегда В любом случае Так, стоп Вот вентиляция, видимо Тыкс, погнали Ага Такс А где у нас этот? Так, 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 так У нас есть флайер, нет? Где у нас флайер? Рекламка Засовываю рекламку внутрь и закрываю решетку И поджечь что ли? Так Ааа, зажигалка, где зажигалка? Подожди Ага Если поджечь рекламку В дыму будет видно, где лазеры Да ладно, ты гениален, Джордж Просто сама Генитальность, да? Так, это первые лазеры, да? У нас пошли Значит, я Ууу Прям какой-то Твою мать Сплинтерцел Так Ага Окей, а где следующий? Все? Хорошо, а дальше? Так Идите Просто Пустите вниз первый и второй рычаг Так, ну давай, первый Первый Рычаг Второй и четвертый Второй И четвертый Кто там? Прекрасно, Джордж Ну, спасибо Это тебе спасибо Блин, ты так Подошла? А? Ааа, у какого рычага? Подожди Ааа, у этой двери? Или у какой? Эээ, игра Че ты так тормозишь-то? Подожди У какой двери? Не пойму Алло Ну, понятно Стелс в любом случае будет, да? Эээ Подожди Видимо, нужно повернуть их одновременно Ааа, давай Дверь Да Анна-Мария, помоги мне открыть эту дверь Что нужно делать? Я поверну одну голову Ты другую Ладно Шоколадно, давайте Ребят Наконец Подожди здесь, а я взгляну на фонтан Осторожно С охранниками шутить не стоит Похоже, охранники в основном в музейной части дворика Ой, как это не кстати Я понимаю Но тут камера херово как-то работает Че за Че за трэш Вот то, что камера Это, конечно Обосраться Испытание Не для каждого Так Так А че ж нам делать-то? Подожди Ага Какого? Ааа, ну так бы и сказали Подожди Так Эй Давай Че ты делаешь Джош Алло Ну вот Насос выключен Что? Выключен Насос Подожди Та-ду Теперь три охранника В смысле Подожди На рычаге Скрепку Подожди Стоп А как? Так Отойди Охранник Валин Нахрен Отвернись Ну Давай Хвали Джордж Отодвинуть фонтан В смысле Давай Помощь бы мне Не помешала Давай Анна-Мария Спустись к фонтану И помоги мне Отодвинуть его Хорошо Вперед В дыру Навстречу Приключениям Теперь Нужно найти Крепость Вообще-то Она могла Разрушиться Много лет Назад Главное Верить Верить Надеяться И любить Да Так Да Вот эти Стелс-миссии Конечно Нахрена Их Сделали Особенно В квесте У меня Чё-то Никакого Этого Ладно Погнали Так Стоп Что Камень Что Или что Вентиль Закрыт Так А что Там Вентиль Открыт Ээээ Подожди Какой-то Камень А где Там Камень Может Быть Стоп Первый Камень Клапан Не Влево Подожди Влево В смысле Влево А Вентиль Закрыт В смысле А как Я Разберусь Подожди Второй Вниз А как Я Как Я Пойму Что Второй Вниз Вентиль Открыт Подожди Их тут Три Я Слышу Как Вода Течет Вниз Вниз Подожди И Откуда Я знаю Стоп А это Какой Первый Клапан Влево Вода Вода Течет Вниз Ну Допустим А этот Я Слышу Как Вода Течет Вниз Я Понял Я Слышу Как Вода Попадает В трубу И Течет Вниз Блин Как Это Работает Вопрос Не Понимаю Вентиль Открыт И Этот Что Ли Открыть Надо Э Джордж Алё Вентиль Закрыт Ой Бля Ну И Как Это Разбираться Я Вообще Не Ебу Так Подожди Первый Клапан Влево В смысле Какой Влево Клапан Ну Это Первый Клапан Ну Это Второй Второй Вниз Ну Я Слышу Как Вода Течет Вниз Так Подожди Первый Влево И Стоит Последние Два Вниз И Влево Подожди Вниз И Влево Стоп Вниз И Влево Подожди Тайопа Рассеты Так Ну Я Я Слышу Как Вода Попадает В трубу И Течет Вниз Все Получилось Открывайте Самый Последний Клапан Дожди Давление Очень Высокое Да Хорошо Вентиль Открыт Да Ладно Вентиль Закрыт Опа И Че Это Дало Ничего Так Подожди Так Пролазьте В дыру В стене Так Подожди Вентиль Закрыт Подожди Вентиль Открыт Камень Не отодвигается До конца Летучие Мыщие Погнали И Что Тут Опять Снова Очеред Блин Снова Головоломка Что Раз Два Три Ну Одно Сохранили Можно Так Сколько Четыре Осталось Раз Два Три Четыре Ну Ну Да Так Что Тут Тикс 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 Ёп Рас Это А Шо Тут Сюда Сюда Спрыг Спрыгивать Ну Погнали Тикс И че тут О Ничего себе Видимо это здесь Да Да ладно Да ладно Да ладно Да ты такая радостная Очевидная Так И че Подожди Дай Посмотреть Ничего Не происходит Так Я понял Подожди Это Что Так Ну Тут Ничего Я понял Стоп А дальше Тут тоже Ничего Непонятно Точнее Тут что Непонятно Что Так Ммм И что Что С девушкой Что ли Поговорить Или че Ну давай Так Нажми Анна Мария Можешь нажать Вот эту кнопку Хорошо Да Нажимай Готов Приготовились А дальше Че Вперед Бежать Что Меня там Ничего Не съест Так Подожди Что Тут Опа И что Дьявол Ё Раз Это Че Это За Место Какие То Колонны Так Стоп А где Так Не пойму Подожди А А вот В это Этот Рыцарь А ну Ка Так Какая То Луна Тикс Тикс Потом Какой То Крест Крест Так Третья Звезда Подожди Звезду надо было оставить Да Извиняюсь Так И четвертая А четвертая Походу Нет Готово Отлично Так Второй Будет Походу Посложнее Да Так Че Со вторым Рыцарем Ам Не пойму Так Стоп Как первая Должна Быть А Это Вторая Так Должна Быть Четыре А А Третья Как Должна Быть Решено Джордж Ты творишь Чудеса Знаешь Иногда Иногда Я И сам Так Думаю Ну Ладно Так Так А че Вторая Как Должна Быть Жопой Красной Нет Нет По-моему Так Третья Третья Должна Быть Походу Все Синенькое Да И Четвертая Желтенькое Желтенькое Прекрасно И че делать дальше Чего Не понял Нифига А че Че это нам должно дать Типа Подожди Попросить Встать Да Анна Мария Можешь постоять В одной из ниш Зачем В манускрипте написано Что мы должны Занять места В круге Понятно И что потом Ну если нам повезет Мы окажемся В сокровищнице И я найду сокровище Примерно так Ясно Что Да нет Ничего Ну же Анна Мария В чем дело Мне немного Не по себе Ведь если сокровище На самом деле Там то Все изменится Но ведь все Изменится к лучшему Ты думаешь Я знаю Быть бедным Не очень весело Может деньги Это не главное Может и не главное Но чтобы не случилось То что мы с тобой Сделали вместе Вдвоем Все что случилось Только к лучшему Правда Ведь произошло Много хорошего Согласна Согласна Тогда вперед Ты прав Приступим Давайте Ого Нифига себе Поворот Фикс Погнали Че Так Что за фигня Ничего прекраснее Я в жизни не видела Я тоже И знаешь что По моему Он гораздо старше Чем мы думали Как будто Из библейских времен И кажется Знакомым Почему интересно На многих Картинах Изображены Ангела Ты права Боттичелли Микеланджело Но такой красоты Я еще не видела И как мы его Вытащим Такое ощущение Что мы его Крадем Ты что шутишь Что-то я не вижу Здесь очереди Охотников Ты прав Давай Вытащим его Вот это я понимаю Так Вот она у нас Золотишко Да Как говорится Золо Да что такое Че я блин Сохраняю Одно прям Лишнее За лишнее Дворец Отель Так И три сохранения Да Раз Д Три Да А ну да Раз Два Три Четыре Пять Начинаем Нагибать Так Че Посмотреть Как это Давайте Прикольнемся Так Взяли А как узнать Неопределенные города Не пойму Так Акра Александрия Ага Рим Кипр Париж Лондон Константинополь Вавилон Вавилон Ага Подожди А кто еще тут Акра Константинополь Константинополь Вавилон Вавилон Акра Лондон И Париж Так Подожди Акра где была Акра Отли Отлично Акра Давай Акра Акра Потом Лондон А где был Лондон Это Лондон Понятно Грим Нет Подожди Кипр Нет Это Париж По моему Да Лондон Вот Лондон Лондон Текст И Париж По моему Париж Так А где Кипр Кипр А вот и Кипр, да? Серьезно? Правильно сделали? Есть! Странно, следу гораздо тяжелее. О, Джош, он прекрасен. Да, действительно. Теперь нужно сообразить, как отсюда выбраться. Да. Подожди. Эээ. Да блять, Кипр. А как мне теперь это сделать? Константинополя? Подожди, в сторону Константинополя? Если бы я еще знал, где там сторона Константинополя. Так. Так, подожди. И поверните в сторону Константинополя, влево. Подожди, это в сторону Константинополя или нет? Вавилон. Блять. Александрия. Нет. Рим. Блять. Где Константинополь, блять? Вавилон. Да иди ты нахер со своим Вавилоном. Где у меня этот Константинополь? Константинополь. Ну? Давай. Еще раз. Так, что... Надавив на пьедестал, подожди. В смысле? Так, шелчок вроде услышан. Затем... Надавив... К Риму вниз. К Риму вниз. А где Рим вниз? Подожди. Кипр. Рим. Так, к Риму вниз. Подожди. Да, блин. Можно в другую сторону, Джордж? Так. 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 Риму вниз и... В сторону Александрии. Так, подожди. А где Александрия? Вавилон. Вавилон. А где Александрия? Лондон. Константинополь. Вавилон. Александрия. Давай. Блин. Левее возьми. Давай еще раз. Сработало. Уходим. Да. Хоть как-то, как-то, да. Мы сделали это. Знаю, мы гениальны. С меня шампанское. Ну уж нет, с меня. Хорошо. Тогда я угощу тебя ужином. Договорились. Оу, какая трапеза. Какой вечер. О. По-моему, пора в кровать. Пора на диван. Ну, я бы выбрал гамак. Джордж. Может, тебе будет удобнее здесь? Удобнее? Ага. Это означает то, о чем я подумал? И что ты думаешь, это означает? Покажешь? Сколько у тебя времени? Вся ночь. Хватит? Для начала. Вполне. Один вопрос. Да? Кто такая Неко? Ночью ты говорил о ней? Во сне? Старая... Знакомая. Из другой жизни. Из другой страны. Что-то в этом роде. Еще один. Последний. Ты не повернешь ангела? Не понял, а это у нас что? Помню, дедушка говорил мне. В жизни бывают и белые, и черные полосы. Но с твоей физиономией стоит привыкнуть к черным. Очень смешно. И, увы, недалеко от истины. Когда же все пошло наперекосяк? Вернемся во дворец Паши. Анна-Мария и я не занимались... У нас был... Мы уснули. Потом я услышал шум. Я не видел, кто это был и что они сделали с Анной Марией. Когда я все осмотрел, ее не было. Зато вместо нее я увидел официанта. Это было странно. Я никого не вызывал в номер. Но он не собирался подавать кофе мне в постель. Он требовал ответов и был весьма убедителен, когда обещал прострелить мне ноги, если я откажусь. Думаю, у него было свое задание. Каким-то образом он узнал о Херувине. Похоже, я сказал... Анну-Марию похитили. Но его интересовал Херувим. Размеры. Правда ли, что он был сделан из золота? И тем, на кого я работаю. И вдруг звуки сирен. Ужасно. Я уж думал, что спасен от этого психа. Это была охрана. И они привели, чтобы арестовать кого-то. А именно... Меня. Я засветился перед видеокамерами во дворце Тапкапы. Охрана решила, что я террорист. А официант по имени Мевлют. Оказалось, что он тоже страж закона. Ситуация становилась все хуже и хуже. Мевлют приказал опечатать номер и вышел. Парень с необычным лицом подошел ко мне и сказал... Мистер Джордж, вы плохо себя вели. А теперь вы надолго закрепите в тюрьму. Ха-ха-ха-ха. Спасибо. Законопослушно поблагодарил я его и отключился. И вот я здесь. Не похоже на обычную туристическую поездку, да? Хрен его знает. Джордж. На что это? Похоже. Твоя это. Поездочка, да? Другой этот мир. Так. Убежала. Так, окей. Очень влажная стена. Известка крошится. И чё? А. В полу сложная сточная система. Видимо, для того, чтобы смывать пот, кровь и слезы. Уютно? Нет. Удобно? Нет. Хотя бы терпимо? Тоже нет. Так, и чё нам делать? Угу. Ай! Чёртова крыса! Хе-хе-хе. Так. Крысы больше нет. Но есть кое-что ещё. Скоба. Ну, давай. Сможешь? Скобой. И звёздка вокруг камня крошится. Нужно её выцарапать. Давай, Джош, я в тебя верю. Ну вот. Теперь можно вынуть камень из стены. Очень влажная стена. И звёздка крошится. Давай. И камень вылезает. Эй, американец. Нехорошо. Ты проиграл мне 20 лир. Правда, пользы от этого никакой. Ты вылез в следующую камеру. Ха-ха-ха-ха. А теперь отдай скобу. Не дай бог поцарапаешься. О, к тебе кое-кто пришёл. Я отец Николай. А это сестра Эмакулата. Сын мой, ты страдал больше, чем заслуживаешь. Не могу не согласиться. Но помни, всегда есть те, кому ещё хуже. Да, и где же они? Что-то я их тут не вижу. Известия о твоём аресте дошли до нашего приюта. Дети понимают, что даже самые закоренелые грешники ещё могут раскаяться и встать на путь истины. Правда? Как мило с их стороны. Они пожертвовали вот эти игрушки, чтобы тебе было чем заняться до казни. До чего? То есть, до суда. От Сейнап шарики. От Халила заводная мышка. От Ирола вот эта игрушка-пищалка, честное слово. А теперь нам пора. Нам ещё нужно навестить одного приговорённого к казни. Передавайте ему привет. И спасибо за игрушки. Как раз то, чего мне не хватало. На крыше. Через час. Что? Эй! Что ты сказала? Ты глухой. Казнь? Только этого не хватало. Да, Джордж, тебе везёт. Так. Я знаю, как это сделать. Если бы у меня были верёвка и магнит, я бы сразу достал ключ. Вообще-то, я не очень хочу дотрагиваться до этого сыра. Если им даже крыс обрезгует. Да. А, развязать этот? Так. Угу. Подожди, а как нам это сделать? Здесь это не сработает. Блин, а куда бросить? Подожди. Не понял. Здесь это не сработает. А... Подожди. Это не очень хорошая идея. Охранник! Что надо? Может, я и американец, но у меня тоже есть права. Сделай одолжение. Он не слишком разговорчив. Окей. Здесь это не сработает. Стеклянные шарики. Сразу вспоминается детство. Подожди, я это понял. А... Как нам... Ни за что этого не сделаю. А, подскользнется? Подожди, а как... Стоп, не понял. А как их бросить-то? Алло. Охранник! Что надо? Я просто хотел сказать... Ммм... Эта... Форма... Вам очень идёт. Хе-хе-хе. Так, подожди. Значит, нам сюда, что ли, надо? Так, подожди. А куда туда? Ээээ... Ну, сказано же, типа, бросить. А куда? блин а что еще куда мне куда мне их бросить вот вопрос не стоит этого делать охранник что надо классная работа да вам тут наверное очень весело подожди я понял что он в той области дожди ну чё опять скрипт не понимают что ли или чё джордж какого хера вопрос вот куда скрипт должен идти а господи вот серьезно куда не в этот раз блин я понимаю а чё теперь охранник тебя не пустит чё 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 это значит охранник что тебе надо я разве что-то сказал еще бы мы скоро подружимся я чувствую ну да ха 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 да уж жёсткое так подожди а Не пойму, а почему именно? Это не совсем правильно Блин, Джордж, я вообще не знаю, что правильно Что-то тут ты вообще подтупливаешь И жестко подтупливаешь, как по мне Как это сделать? Вопрос Вот серьезно, куда шарики кидать? Я что-то нихера не понял, вот серьезно Куда? В какую область? Алло Стоп, что? Ну Это неправильный подход В смысле неправильный подход? Ты, ходячий, неправильный подход, Джордж Вот серьезно О, господи Как же это муторно, а? Тут написано Бросьте шарики через решетку Но, а как? Как я скину через решетку вопрос? Это не сработает Окно, до которого почти можно дотянуться Жесткая деревянная скамейка Жесткая деревянная скамейка Да блин, ну как? Живо Гениально Этот тупой не понимает, куда идти Так Ну вот я вообще осматриваю Вот вообще все Но почему-то Нет Причем тут заводная мышь? Кстати, а в кур Кусок ткани можно завернуть? Понятно Блин, серьезно? Я сейчас по всему экрану буду Щелкать, оно не сработает Блин, реально в прохождении сказано Бросьте шарики через решетку Как? Вопрос Как мне их бросить? А? Кто-нибудь объяснит? Здесь это не сработает Это не очень хорошая идея Можно подумать, что у тебя вообще дохрена таких идей Да, Джордж? Да, капец Походу мы застряли на этом моменте Ладно, в общем В следующий раз продолжим, дорогие друзья Спасибо, что смотрели Я думаю, в принципе Мы прилично поиграли Почти Так что всем до новых стрельб Спасибо, что смотрели Игра пока что интересная В плане сюжета, интрига Но вот Головоломки Они что-то напрягающие И скрипты как-то работают Непонятно до конца, что делать Вот Ну а всем до новых встреч Продолжим потом проходить Брокен Сворд Дальше, четвертый А всем до скорого С вами был Казуков Фэмили И всем пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!